Приветствую вас на своем канале. Очень рада вас видеть снова. Хочу поблагодарить вас за ваши донаты, в первую очередь, во вторую за ваши комментарии, за то, что вы остаетесь на моем канале, за то, что вы его выбираете. И хочу напомнить вот о чем. Недавно я проводила Блиц-консультации, и я говорила в прямом эфире, если кто не смотрел в разделе плейлистов, есть плейлист, который называется «Прямые эфиры». Там я сохраняю все свои прямые эфиры, которые я проводила. Так вот, там я говорила о том, что теперь я планирую каждые выходные проводить 10-минутные короткие Блиц-консультации на конкретные темы, на конкретные вопросы. И вы можете участвовать у них, но оповещение, анонс этих Блиц-консультаций я писала в разделе «Сообщество». И я увидела, что очень мало лайков было. Я не знаю, какое количество людей просмотрело этот анонс. В принципе, YouTube мне это не показывает, просто наличие лайков. Я так понимаю, что это достаточно малое количество людей было, тех, кто увидел. И вот что я хочу сказать. Недавно мне тоже написали, что вот Элене не приходит оповещение о ваших роликах. Я попрошу вас сделать следующее. Вы подписаны на мой канал, ну, коль вы смотрите этот ролик. Проверьте, пожалуйста, нажмите заново на колокольчик. И там есть, когда нажимаешь на колокольчик под видео, там есть, если я не ошибаюсь, три опции, то есть три выбора. Получать все оповещения, там по интересам, что такое. Нажмите, пожалуйста, на все оповещения. О чем это говорит? Это говорит о том, что все, что есть на моем канале, то есть это, допустим, там короткие ролики, это большие ролики, это в разделе сообщества, возможно, какие-то посты. Вообще все, что есть на моем канале, вы будете получать оповещения. Почему? Потому что если вам лента не выбрасывает, ну, не показывает, не отображает, лучше правильно сказать, мои посты в разделе сообщества, вы не будете знать, ну, что я провожу. Возможно, для вас это интересно, но вы вот впервые сейчас услышали об этой информации. Поэтому, если даже вы не захотите нажать на колокольчик, это тоже ваше право, просто имейте в виду, что каждый выходной я буду проводить блиц-консультации. Что это такое? Заходите на главную страницу, не там, где вы смотрите ролик, в ленте, а на главную страницу. Чтобы перейти на главную страницу, вот здесь вот внизу, нажмите на мою фотографию под видео, он перебросит вас на мою главную страницу канала. Там есть разное разделение. Видео, главное, видео, плейлисты, спонсорство, сообщество. Нажимайте на сообщество, и там будет куча разных постов, информации. Вот, почитайте. То есть там я подробно описываю, что, как, как вы можете поучаствовать. Мне, с одной стороны, я понимаю, что для кого-то это само собой разумеющееся, да, это в порядке вещей. Ну, то есть, ну, и так понятно, как это все работает, но я знаю, что есть люди, которые не на «ты» с технологией, вот, и то, что я говорю, для них это сейчас будет в новинку. В общем, почаще заходите в раздел «Сообщество», как минимум на выходные, чтобы увидеть мои анонсы, ну, если они вам интересны. Если вам интересны только расклады, окей, не вопрос. Вот, вы их и так можете увидеть. Это все, что я хотела сказать. Итак, сегодня мы с вами сделаем расклад. Вы параллельно выбираете позиции. Камешки голубой, красненький, зелененький. Как обычно, три позиции. А мысли. Такой достаточно простенький расклад, на мой взгляд. Но мы, быть может, умеем отслеживать свои какие-то эмоции, да, потому что мы их проживаем. А вот отслеживать и наблюдать свои мысли – это вот уже отдельная практика, и мы редко это делаем. Вот, но хотелось бы, конечно, чтобы мы почаще это делали. Вот, но очень важно те мысли, которые крутятся в нашей голове, а они, как правило, на автомате одни и те же. И вот «Девятка мечей» очень хорошо этот описывает, этот процесс, да, когда мы думаем об одном и том же, и, по сути, мы формируем свой завтрашний день на основе наших сегодняшней мысли. А поскольку мысли у нас одни и те же, то и жизнь у нас мало меняется. Это вот для тех, кто, допустим, задается вопросом, «Почему в моей жизни ничего не меняется?» Потому что мы мыслим однотипно. Вот, и для того, чтобы что-то в нашей жизни поменялось, мы должны попробовать подумать о чем-то другом. А для того, чтобы подумать о чем-то другом, не о том, что мы думаем каждый день, нам нужна осознанность. Осознанность – это концентрирование внимания на чем-либо. То есть это не просто упал взор, а я осоздаю, что я сейчас смотрю на эту вещь, либо я думаю, то есть я иду осознанно за своим вниманием, вот там, где мое внимание. Я это понимаю, что, допустим, я сейчас об этом думаю, то есть я обратил на это внимание. Вот это вот есть осознанность. Так вот, сегодня мы посмотрим как раз-таки такой небольшой расклад. У меня в руках классика Райдера Уэйта и Таро Сумасшедшего дома. Я люблю колоду Таро Сумасшедшего дома. Она очень хорошо показывает эмоции и все, что связано со сценариями. Кстати, в плейлисте «Обзор моих колод» в ближайшее время я сделаю обзор колоды Таро, не помню, как второе слово. Тоже такая новая колода интересная. Я ее приобрела на ваши донаты, за что я вам благодарна. Вот. Я, в принципе, не очень-то люблю приобретать новые колоды. То есть, по крайней мере, пока мне достаточно, как инструментов, тех, что я имею. Но вот эта вот колода, она просто была необычная. И неделю через две я обязательно сделаю на нее обзор. Посмотрите. Так. Ну, надеюсь, времени вам было достаточно. Мы приступим. Я не знаю, на какой колоде я буду работать и что. Ну, в принципе, для вас это, наверное, не столь важно. Позиция номер один. Голубенький камешек. Мы посмотрим мысли в вашей голове. О чем вы думаете не в тот момент, когда вы смотрите расклад, а вообще о чем вы думаете на данном этапе вашей жизни, да? На данной фазе вашей жизни. Так. Тройка педаклей, девятка педаклей. На данном этапе вы, скорее всего, думаете о финансовой стороне вопроса, но не в плане того, как бы заработать единоразово, да? А, скорее всего, как построить что-то, как создать что-то в своей жизни. Ну, в данном случае какой-то вот финансовый, возможно, фундамент, который приносил бы вам постепенно, постепенно развивался, приносил бы вам доход. То есть здесь общее такое, общие мысли точечно связаны с финансами, более глобально, масштабно связаны с вашим комфортом и удобством в вашей жизни, да? Удовлетворение от самого себя, от того, что я делаю, от того, что я дарю людям, либо как-то вот взаимодействую с людьми. Девятка педакля, она говорит о самостоятельности, она говорит об индивидуальности. Тройка педакля в этом, вкупе с девяткой педакля, говорит об использовании своих каких-то умений, навыков, да, во благо кому-то, почему-то, что тройка педакля, три человека вместе строит. То есть вы не, хоть вы и индивидуалист по девятке педакля, человек, которому комфортнее больше быть в одиночке, но продукт того, что вы создаете, либо то, чего вы хотите получать, финансы, как доход, он имеет отношение к людям, пускай не напрямую, но косвенно может иметь к этому отношение. То есть как будто бы вот своим трудом, своими способностями, да, вы работаете на благо и других людей. То есть, допустим, если вы работаете на наемной работе, то то, что вы производите, так или иначе, это будет полезно энному количеству людей. То есть напрямую вы работаете на человека, да, за это получаете деньги, но продукт вашего труда, он как раз и будет полезен кому-то другому. Если вы работаете на себя, то это ясное дело, да, что вы, ваши услуги направлены на людей. Но здесь такая, знаете, двойная выгода, с одной стороны, для себя, для того, чтобы ощущать удовлетворение от правильного применения своих способностей, а с другой стороны, вот то, что вы делаете, то, что вы вырабатываете, это является пользой еще и для других людей. Но первичная, первичная ваша мысль о том, как я могу жить в неком таком достатке, понятие достатка у каждого свое. То есть для кого-то некий такой аскетизм, где я покрываю свои потребности базовые, это достаточно, а для кого-то, ну, вот большие суммы, там, владения, недвижимости, это вот это вот понятие. То есть у каждого оно свое, но общее это удовлетворение, именно финансовое удовлетворение, комфорт, удобство в своей жизни. Вот, еще о чем ваши мысли на данный момент? О том, чтобы завершилось то состояние, когда, вот знаете, некой такой присыщенности, да, присыщенности и комфорта жизни, но комфорт в негативном ключе здесь. В плане того, что недостаток каких-то ярких эмоций, недостаток переживаний, эмоциональных каких-то переживаний. То есть здесь вот ощущение того, что, возможно, нересурсность, усталость, когда ничего не происходит, когда хочется какого-то обновления. Вот ваши мысли о том, как бы это завершить, как бы пойти во что-то новое, что будет вас наполнять в первую очередь эмоционально, вас зажигать. Да, и мысли о том, что надо принять решение, да, надо принять решение, надо подумать и решиться. То есть здесь вот желание решиться на что-то, на, возможно, на какую-то новую работу, либо, возможно, на что-то новое, что будет вас наполнять ресурсами. Это то, о чем вы думаете, ну, каждый на данный момент, да, каждый в своем понимании, да, в своем ключе. Для чего вот вы думаете об этих мыслях? Ну, на самом деле Паша Мечей говорит о том, что вы просто сейчас планируете что-то, но делаете вы это аккуратно, да, это только начальный этап. Здесь, скорее всего, сбор, идет сбор информации, да, как предположение некий, да, возможно, что-то пробуете, но здесь вот так, это все так аккуратно, это так осторожно, это когда вы подбираете слова, либо аккуратно стараетесь, вот как-то здесь, понимаете, здесь не то, чтобы вы реализовываете это уже сейчас, а вы, скорее всего, обдумываете, да, обдумываете некую такую страстегию, как вам нужно сделать, что вам нужно сделать, и здесь, возможно, присутствует некая такая коммуникация с высшими силами, да, когда вам как будто бы необходима еще либо подсказка, то есть вы думаете, да, какие подсказки, какие идеи, но это вот будет как будто бы не ваше, а это должно быть спослано вам свыше, какие-то знаки, возможно, для чего? Для того, чтобы здесь произошло какое-то обновление, то есть здесь необходимо перерождение, здесь вы уже внутри себя ощущаете, что вот вы переросли свой образ жизни, да, в котором вы уже жили, вам уже хочется нечто другое, и поэтому вы об этом думаете, вы хотите, я спрашиваю, что же вы хотите по королю кубков, некой такой, знаете, наполненности эмоциональной, для кого-то здесь в прямом смысле именно философское понимание любви не к человеку, а именно ощущение вот этой любви, да, некого такого единения, ощущение того, что здесь люди достаточно зрелые, видавшие много в своей жизни, вот, и на основе этого, сделав некий такой анализ для себя, определили, какие ценности для вас являются важными, значимыми на данный момент, и вот исходя из этих приоритетов, вот хочется уже, знаете, что-то сделать такое качественное для себя, то есть здесь как будто бы у человека произошел по аркану суда глубокий такой переанализ анализ ваших ценностей и приоритетов, вот, возможно, здесь еще и возраст позволяет, да, такой вот этап, когда я могу себе уже это позволить, да, когда основные какие-то обязательства перед кем-либо, они уже завершены, да, ну, допустим, если были грудные дети, сейчас они как-то уже подросли, да, и как-то я уже могу налаживать свою жизнь, свой быт немножечко по-другому, да, если наоборот дети выросли и ушли, и вы в свободном плавании находитесь, тогда вообще прекрасно, у вас очень много времени, и вот вы думаете, как бы его реализовать, а вот аркан суда у нас говорит о, именно о предназначении, о некой такой вашей задаче на земле, то есть в чем она заключается, да, когда мы понимаем, что есть этап, когда мы живем для себя, а есть этапы в жизни, когда мы что-то хотим сделать для других людей, это не в плане помощи, а это вот действительно в плане какой-то, знаете, более глубокой осознанности, что мне уже скучно жить только для себя, я уже хочу служить в большом, таком глубоком понимании этого слова, не прислуживать, а именно служить, когда служить, это когда я делаю от чистого сердца, потому что не делать этого я не могу, вот здесь вот уже такие мысли идут в этом плане, например, если я хочу куда-то путешествовать, бывать в каких-то новых местах, то я хочу вот как-то себя обогатить, что ли, новым опытом, новыми впечатлениями, новыми эмоциями, эмоциями, почему? Потому что я потом меняюсь, я становлюсь другим человеком, и мое отношение к людям, к окружающим меня, оно тоже меняется, то есть вот здесь возможно даже через это может быть служение, то есть не напрямую через дело, а именно через понимание себя, то есть здесь по высшему суду проходят такие достаточно глубокие, потому что суд говорит у нас о перерождении, а перерождение это начинание, как-то даже не заново, как у шута, а более, ну какая-то зрелость присутствует, поэтому здесь вам необходимы эмоции однозначно, и вы хотите другого уровня, другого качества и образа жизни, для этого вы делаете. Что вам, что мысли, вот которых вы думаете, да, сейчас мы озвучили, что они формируют на данный момент, ну мысли, аркан влюбленных выпал, да, некий выбор, то есть здесь вот именно, ну для кого-то в прямом смысле человек осознает и ищет ответы на вопросы, что такое свобода выбора, а для кого-то именно тот выбор, который вы сейчас совершаете в своей жизни, он как будто бы определит в дальнейшем ваш путь, и вот выпадает Тусковков, да, именно тот путь, когда вот вы идете, понимаете, в единение с самим собой, то есть возможно вот эти вот мысли, которые сейчас у вас идут, они наполнены больше собой, то есть вы не о ком-то думаете, а вы думаете именно о себе, о своей жизни, о том, что вы хотите, да, что будет наполнять вас, и здесь вот эта вот зрелость, она как раз-таки и присутствует в плане того, что когда я наполнюсь, я смогу отдавать с огромным удовольствием другим людям, да, и при этом вот то, что я говорила, не прислушивать, а именно служить, то есть я отдаю, потому что я не могу этого не делать, то есть я от этого получаю удовольствие, не горе и слезы, что меня используют, либо мной пользуются, а именно удовольствие, что мне хорошо, когда от того, что я отдаю, это как кормящая мать грудью, когда пришло время кормежки, да, и вот ты с огромным удовольствием ждешь этого момента, потому что молочные железы настолько наполнены, что это приносит тебе дискомфорт, и только когда наступает момент кормления, опустошение молочных желез, оно приносит вот такое некое высвобождение, да, некое такое удовольствие от того, что и тяжесть, и вот эта вот наполненность этих желез, оно, ну, высвобождение некое такое происходит, и это приносит облегчение, да, то есть одновременно и контакт с младенцем, и эмоциональный, и с другой стороны, чисто физиологически, это приносит удовольствие. Так вот, здесь как раз-таки речь идет о том, что формирует, формирует именно для вас понимание, чем вы наполняетесь, по тузу кубков, да, и вот здесь скорее всего налаживается ваш контакт с самим собой, с самим собой, с вашим высшим Я, то есть вы, возможно, больше задаете вопросы себе, то, что мы говорили по пажу в мечей, да, думаете, ведете внутренние какие-то диалоги, разбираетесь в себе, то есть здесь идет вот как раз-таки налаживание контакта, и это формирует четверку жезлов, это формирует стабильность, комфорт, в дальнейшем то, что будет вас наполнять, то, что принесет вам удовольствие, наслаждение, если для кого-то важно, там, я не знаю, недвижимость какая-то, она тоже формирует, то есть эта недвижимость, возможно, где-то вы будете жить, возможно, приобретение, покупки некой такой недвижимости, возможно, это будет связано с приобретением участка вот для кого-то это формирует совместное проживание да если кому важно но не не брак официальный а просто совместное проживание то есть вы меняетесь по сути вот те мысли которые вы сейчас делаете паркать про прогоняйте своей голове они формируют именно ваше завтра в плане удовольствия и наслаждение стабильностью то есть когда стабильно и при этом есть вот это вы знаете праздник что ли праздник жизни когда человек действительно наслаждается жизнью как таковой вот вот такой у меня был сегодня расклад для единичек и мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку так двоечки смотрим мысли вашей голове если вы не смотрели вступление обязательно нажмите на колокольчик выберите получать оповещение о всех моих действиях на этом канале почему потому что я приняла решение что по выходным я буду проводить блиц консультации об этом я буду писать в разделе сообщества чтобы не пропускать эти оповещения посты в разделе сообщества либо вы заходите на выходные и читаете либо нажав на колокольчик вам они будут приходить или своей ленте это увидеть так мысли вашей голове десятка кубков здесь мысли могут быть достаточно позитивные мысли о каком-то празднике да возможно свадьбе возможно о не знаю о кристинах либо там дни рождения то есть то что вы празднуете мысли о радости о счастье о наполненности о прекрасном хорошем тандеме союзе о дружбе об может быть создание даже да для кого-то семьи о том чтобы вот какая-то сделка до произошла и все закончилась увенчалась с успехом то есть здесь мысли очень-очень позитивные те которые понимаете все не просто вы думаете в позитивном ключе а результатом в тех мыслей которые вы прогоняете своей голове прокручиваете а они должны увенчаться эмоциональным эмоциональной наполненностью то есть не важно о чем именно конкретно вы думаете главное что то что вы себе визуализируйте и представляете как результат это вас очень радует это вас наполняет это может касаться в прямом смысле ваших детей я склоняюсь к тому что это больше мальчик а не девочка ну в принципе возможно девочка но вот я больше вижу что если это дети то это вот радость от от мальчика от каких-то успехов возможно какие-то новые начинания ваших детей да не знаю там первый раз пошел в школу там первый раз пошел детский сад либо там первый раз в институт и вот все получается такие знаете вот либо прошел куда-то да в тот институт в техникум туда куда хотел в любом случае успехи ваших детей либо успехи каких-то новых начинаний либо здесь то что я уже сказала да какое-то предложение может быть какая-то сделка то что должно увенчаться успехом и радостью да вот здесь такое ощущение что вы улыбаетесь то есть я вас вижу человеком который улыбается радуется но для более экспрессивных людей до хлопают в ладоши не вот может быть одержание каких-то побед да вот что то здесь такое что-то новое причем это новое если мы не берем детей а новое в вашей жизни то о чем вы думаете здесь присутствует какие-то знаете маленькая доза сомнений неуверенности но вы как будто бы невзирая на это шагаете есть в этом предложение либо в этой идее о которой вы думаете какая-то такая вспышка вспышка любопытства любознательности а как это а что будет то есть помимо того что вы предполагаете что вы получите кучу эмоций здесь еще присутствует некий такой азарт некий в хорошем смысле авантюризм да когда мне любопытно это когда вам дарит какую-то коробочку вот почему-то черным не идет большая большая такая прямоугольная и вы не знаете что в ней то есть это могут быть там украшения до какие-то колье браслеты а может быть ключ от новой квартиры и вот вам любопытно то есть вы как будто вы приоткрываете с таким знаете захватом воображение вот как это дух захватывает а что там то есть я понимаю что там что-то хорошее вот но что там то есть мне любопытно либо когда лет дети маленькие лазают по шкафам своим родителям да то есть как будто бы какой-то секрет раскопали вот мне интересно там что будет это же запретный плод вот что-то здесь такое может быть что-то запретное что вам было недоступно до определенного времени а сейчас как будто бы вам открыли этот доступ вот вы как будто бы в захлеб что-то интересуетесь здесь чем-то о чем еще мысли вашей голове а завершение какого-то прошлого этапа либо ситуации либо момента выпадает десятка мечей и девятка жезлов а завершение я бы сказала так ситуации когда была некая такая остановка когда у вас не было сил возможности ресурсов как-то двинуться дальше и вы предпочитали закрыться 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 как-то не действовать не двигаться вперед возможно причиной была какая-то прошлая ситуация вот и вы были вынуждены взять здесь даже не по не по узнаете вот а выйти наперекур да вот пока все будет там разворачивается я не готов двигаться куда-то дальше и вот почему я не знаю может быть если это профессиональной сферы допустим касается на какое-то предложение какая-то сделка я не готов идти на уступки то есть я готов отстаивать свою точку зрения свое какое-то мнение я убежден в правоте своего вот этого мнения и из-за этого как будто бы ситуация не развивается вот и здесь вот вы думаете когда когда это закончится либо вот вы не идете не на уступки другие люди не идут на уступки и это приводит к кому-то разрушению что но договоренности нет и от этого как будто бы страдают обе стороны да по десятки мечей но с другой стороны позитив здесь в том что это ну завершается завершается о будущем о своем думаете либо кто-то действительно думает конкретно о человеке мужчине таком знаете уверенным харизматичным огненным достаточно подтянутым спортивным человек на которого вообще приятно смотреть и приятно общаться с этим человеком такой знаете вот улыбчивый достаточно взрослый здесь не не молодой человек то есть не 20 и не 30 лет то здесь скорее всего 35 плюс вот я бы сказала даже еще больше но неважно здесь ощущение что либо вы думаете об этом человеке либо вы думаете о о своем будущем и здесь здесь выпадает еще луна до либо будущее какое-то туманное непонятное неопределенное либо все что касается этого человека есть какие-то сомнения есть какие-то сомнения неизвестность до которая возможно вас пугает вот об этом ваши мысли на данном моменте соседи так разговаривать и думать уже не там говорят о том как мужчина поставил этот самый постирать вещи да и как у него хорошо получилось его похвалила женщина так а для чего для чего вы думаете об этом ну смотрите вот выпадает краски фрида коло королева жеслов для чего вы думаете об этих мыслях знаете здесь такое ощущение что вам это эти мысли необходимые для того чтобы преодолевать какие-то свои трудности сложности и получать удовольствие от от самих себя что мне удалось это я получил у меня это получилось потому что позитивные мысли они вот приводят и к позитивным результатам да здесь вы хотите как будто бы выйти из своей четверки кубков до невозможности я бы сказал так из застоя из-за некого такого застоя когда вроде бы все есть и ну есть все инструменты и можно что-то поменять если вас не устраивает но вы как будто бы ну не рискуете да ничего не делаете по какой причине вы бездействуете пажи мечей здесь вот я бы сказала так знаете во первых присутствует неуверенность а с другой стороны просто неизвестность некая такая неизвестность непонятность которая вас останавливает вот так скажу для чего еще вы думаете о том о чем вы думаете вы было две карты до высший суд и пятерку кубков но здесь как будто бы люди которые уже принимают такой достаточно болезненный опыт в своем прошлом возможно это было связано с расставанием и либо человек ушел из вашей жизни либо вы расстались либо здесь была какая-то утрата но однозначно ситуация пошла не не так как вы хотели да не по вашим планам и было здесь какое-то вот разочарование когда ваше ожидание они не оправдались и и вы думаете то о том что а что теперь делать то есть да окей ситуация завершилась а она должна была да мне это было неприятно мне это было некомфортно но вы где-то в глубине души своей сами осознаете что так должно было бы и да то есть бывает иногда такие вещи когда мы понимаем что он так написано да нам это неприятно мы это не хотим но окей принимаем это когда нас вам это да было нелегко принять возможно вы долго над этим работали что-то просили молились надеялись на то что может быть ситуация развернется таким образом что будет разврат возврат разврат тоже может быть что будет возврат а я не знаю ситуации либо человека ну то есть все сложится так как вы предполагаете да вот но здесь вам хватило мудрости через какой-то период увидеть что все что происходит нашей жизни она формируется с первично на тонком плане в другом мире в другом измерении и в нашем она просто реализуется то есть вот на какие-то вещи мы ну не можем повлиять да как бы мы это не хотели что вы этими мыслями мыслями создаете вот то о чем вы думаете что вы создаете в будущем как они влияют на будущее как они влияют на будущее но влияет как раз таки на дальнейшее ваше движение да то есть вы как будто бы сами себя мотивируете на то чтобы двигаться дальше но знаете как-то с оглядкой вот вы не идете в будущее рисуя его таким каким бы вы хотели идти и веря в него а вы как будто бы идете в это будущее с оглядкой на на прошлое то есть на какой-то свой прошлый опыт они прилетит мне в этом будущем либо какая либо обратка из того что было в прошлом то есть вот здесь вы как-то с оглядкой на прошлое что формирует формирует вас как личность выпало два великих аркана маг и умеренность формирует вас как личность человека который свои умения и свои навыки и знания должен применять уже на практике то есть он уже это знает то есть по сути вы уже набрались необходимым вам опыта и знаний и надо их заземлять надо их материализовывать надо их воплощать в жизнь и здесь сейчас я уточню аркан умеренности вы формируете а в своем будущем новые какие-то возможности новые возможности но вы к ним приходите как-то знаете вот еще расскажу не идет что вы идете через позитив а вы идете как будто бы знаете вот в нлп есть два вида мотивации мотивация к это когда я рисую свое будущее и я иду к нему потому что я хочу его получить есть мотивация от когда я иду в будущее но не потому что она мне нравится а потому что я не хочу жить так как я живу сейчас то есть я как будто бы убегаю от негатива и тем самым я попадаю в будущее то есть как будто бы косвенно первый вариант напрямую да то есть я строю и я иду к своим желаниям а второй как будто бы меня просто неудобно я не знаю куда я хочу будущее но то что у меня сейчас есть меня это не удовлетворяет и вот это вот я убегаю от неудовлетворения и мне не важно куда я приду и это не совсем верная мотивация почему потому что не факт что туда куда вы придете она будет лучше от того что вы убегаете сейчас и вот здесь раскрывая аркан умеренности что вы формируете вы как будто бы формируете свою зону комфорта удобства вот эти вот процессы которые будут менять вас изнутри и они в дальнейшем будут влиять и на ваш внешний мир но это будет происходить очень и очень медленно и вот как раз таки почему медленно потому что замедление идет через девятку мечей через какие-то вашей страхи то есть и сомнения некая такая тревожность где-то у кого-то проходит чувство вины то есть карта здесь показывает о том что вы могли бы намного быстрее создать то что вы хотите но вы замедляетесь почему потому что вы каким-то образом сами себе ставите преграды именно сомнениями то есть есть допустим формируете будущее до в своих каких-то намерениях и казалось бы да я хочу этого но вот эти вот мысли что а вдруг будет так как было раньше а вдруг не получится а что если и вот эти вот все слова а что а вдруг и так далее это сомнения и они создают внутренний конфликт то есть да с одной стороны я хочу и как говорится по вере вашей воздастся но одновременно появляется и отсутствие этой веры в плане того что а вдруг не получится а вдруг будет опять так как раньше и вот это затормаживает потому что вроде бы импульс идет но вы сами строите себе помехи своими сомнениями и вот ваш импульс он не идет напрямую а он должен преодолевать какие-то преграды виде ваших сомнений и идти и для этого потребуется больше времени вот но не взирая на ваши страхи сомнения и некую тревожность либо чувство вины вы все равно стараетесь идти ну вот к чему-то такому позитивному да искать новые какие-то возможности вы интересуетесь здесь очень интересный момент да то есть даже условно говоря что вам наглядно было примере да я нахожусь депрессии но я все равно мечтаю о чем-то да то есть обычно люди в депрессии ничего не хочется у них полная апатия а вы все равно как говорится будучи в кровати в которой вы сами себя загнали вы все равно как будто бы интересуетесь да а как там успехи у дочери в школе да либо погуляли с собакой вот здесь вот такое ощущение да я лежу я болею да но мне все равно интересно там вы поели да собака все погуляли уроки все сделали то есть присутствует вот какой то у вас путь вот такое что еще формирует ваши мысли ну цель цель причем она аналогична первому варианту потому что здесь тоже выпал туз кубков рыцарь мечей и туз кубков но только в первом варианте люди достаточно зрелые психологически вот и они приходят к своему ресурсу через понимание себя до через осознание такие вот такой философский подход ну много думает о вашем варианте здесь вы формируете цели которые приносят вам удовольствие то есть вы делаете а тоже потому что я сказал в самом начале до десятка кубков вы делаете акцент именно на эмоциональную сторону то есть такое знаете вот даже ощущение неважно какое платье мне подарят важно чтобы я от него кайфовала будет она новая будет она старая будет она модная либо не модно важно чтоб я в нем чувствовала королевна королевишна до королева то есть чтобы меня это наполняла и эмоциями то есть вы своим будущем формируете то что приведет вас к тузу кубков то что наполнит вас эмоционально и однозначно то что поможет вам избежать вот это вот знаете чувство непонятости и чувство одиночества вот для вас это очень очень важны два страха когда меня не понимают и когда я ощущаю что я один одна но не в плане того что я живу в доме один а в плане того что я не востребован со мной никто не общается ко мне никто не обращается ненужность вот чувство ненужности то есть вы здесь не оставите как будто бы формируете своими нынешними мыслями тот свой мир в котором вы не будете ощущать то о чем я сказала ранее вы создаете для себя сейчас своими мыслями свое какое-то новое мировоззрение в котором не будет конфликтов вот в для вас это очень важно чтобы не было вот этих внутренних конфликтов о которых я говорила вот но это процесс он не быстрый он медленный потому что по умеренности не происходит ничего быстро не происходит внутренние изменения быстро а сейчас у вас не внешний мир формируется а именно внутренний мир вашими вот этими мыслями такая была у меня позиция для двоечек так и мы переходим с вами в позиции номер три зелененькому камешку троечки здравствуйте хочу если вы не слушали вступление сразу вам сказать что я планирую теперь каждые выходные делать блиц консультации на 10 минут для того чтобы получать оповещение об этом пожалуйста нажмите на колокольчик и выберите там опция если у вас есть получать все оповещения таким образом если я буду писать посты либо анонсы в разделе сообщества вы будете получать о них оповещение либо просто заходите каждые выходные в раздел сообщества на моем канале и вы увидите то что я там пишу заминка скажу я просто почувствовала что сзади меня стоит такая вот прям не знаю сила такая не тень я я просто что-то увидела такое что-то такое мощное энергетическое какую-то энергию поэтому остановилась чтобы ее рассмотреть чем я вижу реально в в камеру то что сейчас пишу да как тень некая такое то есть не внутри себя а вовне так мысли ваша мысли в голове о чем вы думаете сейчас рыцарь монет вы думаете о том как можно было бы реализовать ваши задумки как можно заработать как можно монетизировать то что вы уже умеете свои навыки свои какие-то способности дата во что вы долгое время вкладываетесь но здесь мне нужно сразу сказать вам некое такое предупреждение с одной стороны лицарь монет в данной колоде это человек который реализовывает свои даже самые сумасбродные не совсем ординарные идеи только лишь на своей собственной вере только потому что он верит в это поэтому здесь сразу идет подсказка о том что если вы не верите сто процентов в то что вы делаете либо хотите на этом монетизировать здесь у вас не получится почему потому что семерка монет в этой колоде она изображена как изображает как сумасшедшего который засунул палку дерева в ведро землей вот и бросает туда золотые монетки поливает их то есть изначально сумасшедшее заключается в том что она вот из монеток дерево до не вырастет это как в буратино на закопали и ждем что выйдет дерево денежные ну то есть это изначально это это как это сказать абсурд да абсурдная какая-то идея вот и реализоваться она может только при том условии что вот эти две карты мне показывают если вы будете безусловно причем безусловно верить свою идею вот но что-то мне здесь подсказывает что все равно некоторого процента людей здесь есть сомнения вот эти вот сомнения они могут вам помешать но вообще вы думаете о финансовом аспекте о том чтобы войти в некий такой знаете статус уважаемого человека который реализовался в этом мире здесь вопрос не о деньгах а здесь вопрос о том что я хочу быть рыцарем жезлов человеком таким знаете достаточно активным которые постоянно находятся в неком таком движении человек востребованный человек позитивный храбрый щедрый открытый вот но при этом знаете здесь хотелось бы чтобы вы были человеком стабильным но по рыцарю жезлов стабильности не присутствует этот человек который быстро загорается очень быстро сдувается такие люди обычно являются какими-то знаете идейными пионерами которые предложили какую-то идею а потом другие люди взяли ее и начали ее реализовать то есть в вас нету способности монетизировать ваши собственные идеи и поэтому я и сказала в самом начале что вам нужно прям вот безусловно верить да и очень много трудиться на тем чтобы вы получили то что вы хотите здесь как будто вы знаете вот вы головой пробиваете стены на своем каком-то упорстве на своем возможно где-то в чем-то даже и одержимости вот здесь будет очень много преград потому что ваши идеи они не не такие как все как то вот хочется так сказать то есть то чего вы хотите она как будто бы изначально не востребовано а но как будто бы изначально не не проявлено в материальном нашем плане да это вот например как идея я не знаю электронных денег то есть первично когда она вышла она была какая-то вот такая несуразная то есть как это я в руках не держу деньги при этом у меня есть деньги либо нечто аналогичное с биткойном ну то есть что это такое да я могу воздух обменивать на воздух и при этом я и богатый и что-то имею то есть вот но что-то такое вот здесь вот какая-то такая идея не совсем стандартная не совсем приемлемая общей массы массе людей вот так скажу о чем вы еще думаете ну вот как раз таки здесь есть и по девятке мечей страхи ну наверно страхи у нас у всех есть о чем говорят ваши страхи ну вот вы боитесь конкуренции то есть вот видите что я уже говорю изначально вы вот вот то что вы хотите реализовать мне показывают здесь конкретную картинку истории понимаете вы внутри себя ощущаете что вот это то что нужно и миру нужно и польза будет но сама идея сама задумка она не привычное людям и ясное дело что пока люди не свыкнуться с ней пока люди не адаптируются к этому должно пройти время и всегда есть конкуренция всегда есть нечто такое знаете более ну упрощенное той идеи которая есть у вас то есть у нас у всех есть единое информационное поле до из которой мы можем черпать идеи то есть не факт что то что о чем вы подумали не может подумать и кто-то другой вот просто он возможно как-то поработает над этой идеей и упростит ее а ваша возможно более качественное более я не знаю более ценное да но на нее надо больше времени а другой возьмет и скажет ну вот это например как 2 так вот приведу вам пример чтобы было понятно как 2 есть люди которые смотрят какой спрос есть есть спрос на личную жизнь есть просто там я не знаю на финансы на здоровье на порчу в конечном итоге такое ощущение что каждый 2 порчены в этом мире и все делают там кратники и все такое то есть на какие-то такие магические услуги есть просто безусловно youtube заполнен такими коллегами это не хорошо неплохо это просто быстрый способ зарабатывания да потому что есть такой способ спрос и люди туда идут но есть и другая категория людей да как вы например которые хотите развиваться которые хотите понять себя сколько таких каналов аналогичных как мои который направлен исключительно на самоопознание их очень мало ну я не знаю вы может мне в комментариях написать я кстати посмотрю вот которые не рассматривают вообще тематику взаимоотношений опять-таки это не хорошо и неплохо но а с одной стороны в этом есть какая-то изюминка и преимущество перед конкурентами у меня да то что в принципе нету конкурентов но если они есть их не так много но с другой стороны на этого нет такой большой спрос как на допустим личные отношения поэтому количество подписчиков на моем канале да она будет там например как часто всем чем-то и сложно будет накапливаться по люди будут подписываться почему потому что работает над собой это не совсем приятно это не совсем комфортно и ну то есть проще жить так как мы все живем и перекладывать ответственность за свою жизнь на на судьбу либо на других людей вот поэтому с одной стороны вроде бы конкуренции нету но с другой стороны и такого большого спроса и вот тоже нет и приходится как-то пробиваться до через вот эту вот общую такую систему до уклад устрой убеждения и доказывать что нет это тоже имеет место быть да потому что есть люди у которых есть такой запрос вот в вашем случае то о чем вы думаете это примерно то же самое то есть может не касаться какого-то проекта а это может касаться вас как личности по жизни да что допустим кому-то дается что-то просто а для вас это сложно то есть вам нужно как-то вот пробивать стены кому-то что-то доказывать показывать вас как личность что вы достойны то есть более сложный такой путь да и здесь вот этот вот страх конкуренции что возможно есть люди которые творцы по жизни и и и у них цель что-то создавать ну например художники музыканты а есть люди которые по жизни опять таки мне почему-то вспоминается касты в индии который относится к касте продавцов то есть им все они создавать сами не умеют но им проще что-то продавать потому что не хорошо развита коммуникация не вот они достаточно адаптированы среди людей они умеют общаться и им это способность им легче дается так вот вы тот человек о которой что-то среднее между творцами что в принципе если мы говорим о творчестве то здесь не искусство а здесь вот именно интеллектуальное какое-то творчество создание но при этом вот вам как будто бы сложно продавать свои услуги почему потому что вы сам по себе как человек не совсем не совсем земной до общение вам нравится коммуникация нравится у меня здесь присутствует но вопрос продаж он достаточно сложный здесь вот и ну вот вы как будто бы на ступеньку выше общей массы людей и но с другой стороны то что вы предлагаете это как будто бы для людей но вы стоите выше этого я не знаю как вам это объяснить и здесь сложно то есть спуститься до уровня общей массы я не хочу но и другие люди должны подняться до вашего уровня и а это дано допустим не всем до единицы ну потому что не всем нужно развиваться не у всех такая задача и это окей это нормально мы живем в мире разнообразие да то есть очень много разных душ каждого свой опыт и это здорово вот и вам хочется как будто бы ваши идеи либо вы как человек чтобы вы общались не себе равными потому что там тоже присутствует как будто какая-то конкуренция вам это не совсем нужно вот а а как будто бы ваши услуги для людей которые ниже вас как бы так сказать вы как будто бы как проводник этот пионер на который показывает другим людям куда им нужно идти и как они туда могут прийти то есть туда где вы находитесь сейчас тем людям которые такие же как вы ну им не надо рассказывать то есть ваши услуги они не подходят к ним поэтому вы с ними не будете общаться да потому что но они ту же самую работу проводят как и вы а взаимодействие и общение для продажи да то есть умеете разговаривать на языке того человека кому вы продаете продукт вам тоже не интересно вам скучно понимаете это не то что пренебрежение а вам как будто бы скучно и вот вы не можете найти по рыцарю монет как и как как это можно заземлить как эту идею да как ее можно реализовать поэтому семерка мечей семерка монет здесь очень хорошо показывает то есть я бросаю ведро с землей монетки и жду что вырастет денежное дерево но это вот прям только если вы настолько поверите и настолько сможете убедить людей что до вырасти чтобы люди в это верили и велика вероятность что она вырастет это денежное дерево да то здесь вот вопрос вера у меня выходит что я слишком так углубилась и хорошо посмотрим а для чего вы так думаете для чего какая цель ну потому что вы хотите пойти в новое потому что узнаете вы где-то внутри возможно вы действительно по аркану солнце и верите в свои какие-то идеи только даже не то что вы верите здесь веры нету но здесь есть вера в будущее понимаете вы как будто не в людей верить а вы верите в будущее а то есть потому что вы его как-то видите вы по аркану солнышко вы верите что вот в будущем как то вот она будет намного лучше чем наше нынешнее да как лучше чем наше сегодня но при этом наше сегодня оно и формирует будущее и вот здесь вот вот какой-то внутренний конфликт он все равно у вас присутствует и вы хотите пойти в это лучшее будущее но выпадает пятерка мечей вы делаете акцент не на то что вы хотите получить а вы делаете акцент на то от чего вы убегаете то есть возможно вы хотите условно говоря да жить в лучшем будущем светлым будущем по солнышку который вас радует плюс ко всему с деньгами там с финансами все хорошо и вы являетесь таким удачливым человеком по жизни но вы как будто бы вот это вот утопия она не вписывается в реальную картину пятерки мечей да где каждый готов перекрызть глотку друг другу где есть поставы где есть предательство где есть подвохи где есть очень много негатива и агрессии да и то есть вот ну как будто бы мы живем я не знаю ночь на дворе а вы мечтаете что вот в этой ночи должно быть солнце и изначально есть не состыковка и а отчего вопрос был да для чего вы это думаете для того чтобы вообще здесь подсказка о том что вы поработали с этой пятерка мечей почему она у вас присутствует почему вы все-таки делаете акцент на этой реальности то есть здесь вопрос выбора понимаете реальность сама по себе она нейтральная и только глазами смотрящего она материализуется и если вы желаете по рыцарю жезлов паркану солнышко для того чтобы ваша реальность материализовалась позитивном ключе вы должны смотреть через призму эти глаз светлый глаз открытый глаз добрый глаз но вы почему-то в это светлое будущее смотрите через призму человека которого обидели в школе которого где-то дали но поставили под ножку человека где который как-то вот отступился где-то подвернул свою ногу то есть как-то знаете вот через призму негатива через призму того что мир он такой знаете жестокий вот мне больно и я сделаю и тебе так чтобы больно почему потому что когда мне плохо на на наши поработать над тем чтобы не было хорошо для тем чтобы поднять свои вибрации вот а и я не могу принять когда мне плохо другому хорошо поэтому я его до должен сделать по образу и подобию своего собственного негатива да то есть тебе тоже должно быть плохо и тогда мне будет хорошо потому что твое твое неудача да она будет намного сильнее чем моя и на фоне твоего негатива мой негатив будет казаться светом вот здесь по пятерке мечей закрыт какой-то ваш внутренний сценарий ищите ищите с чем это связано почему боль другого человека я уже писала в кавычках да то есть боль неудача она как будто бы успокаивает вашу внутреннюю боль то есть вместо того чтобы поработать со своим внутренним вот этим вот сценарием вы его проецируете и тем самым сами себе перекрываете будущее которым у вас есть предпосылки и вот это вот является причиной почему ваша идея не реализовывается почему вам дается намного сложный путь чем другим людям все весь ключ под в этой пятерке мечей это урок урок да и у нас выпадает сразу рыцарь кубка говорящий о том что это урок вашей души если вы его поймете если вы научитесь с ним взаимодействовать то ваша жизнь будет намного проще и выпадает здесь заново пятерка жезлов да еще один урок урок конкуренции только здесь уже вы не будете видеть конкуренцию в реализации достижения своих каких-то целей идей а вы уже будете видеть некий такой знаете соревновательный момент что как будто бы вы бросаете вот ту сложность которую вы себе создаете осознанно как процесс развития вашей души вы его можете изменить на другой сценарий по пятерке жезлов которые более мягкие более комфортны в плане того что я бросаю себе вызов я не конкурирую не с кем а я бросаю себе вызов а слабо ли мне реализовать эту идею понимаете да это немножечко другой сценарий он тоже с преодолениями но здесь вы бросаете вызов себе вы не ориентируетесь на внешний мир но минут жена как конкурировать с другими людьми вот я даже здесь карты абсолютно разные то есть если вы посмотрите второго сумасшедшего дома не знаю насколько вам видно да здесь люди а один клубок между собой и они все стремятся получить вот этот вот мячик то есть кто-то друг другу руки-ноги ломает для того чтобы получить этот мячик то есть достаточно такой болезненная болезненная конкуренция а у это здесь соревнования да здесь люди просто стоят палками машут палки это у каждого свои собственные убеждения своя точка зрения да то есть они соревнуются да то есть тебе а тебе это слабо а давай попробуй так а здесь здесь идет борьба настоящая это намного болезненный урок вот и причем на повторе вышел двух колодок и еще и пятерка мечей то есть победа любой ценой то есть не потому что я этого хочу а потому что мне важно быть лучше тебя доказать что я способна то есть здесь много такой марсианской энергии направлять ее в нужное русло потому что ну иначе вам от этого не очень хорошо будет что вы формируете своими мыслями башню башню и четверку педагри вы формируете своими мыслями некое такое очищение от того за что вы цепляетесь за что вы цепляетесь то есть перемены вы на самом деле формируете перемены то есть чем больше вы думаете о том что нет это невозможно это не получится и начинаете сомневаться тем больше вы тем самым разрушаете то за что вы держитесь причем здесь очень так интересно идет этот сценарий вы когда начинаете говорить себе что нет как будто бы у меня это не получится у меня нету предпосылок что ли для этого у меня нету этих навыков и всегда появляется какая-то ситуация которая вас проверяет на то если у вас эти навыки или нет если нет у вас заставляет это изучать например вы устроились на работу вы боитесь о том что у вас не примут почему то что у вас есть весь там список девять пунктов а десятого пункта нет ну не умеете вы быстро писать на компьютере ну окей набирать набираете до работаете там системами я не знаю а вот быстро не умеете и а на работе это нужно вот раньше вам не нужно было вот это вот скорописание да и вы за это держались ну то есть зачем наше время там можно и по-другому можно голосовые записывать это так далее но вам говорят нет если вы хотите эту работу вам придется измениться вам придется научиться быстро писать и вы злитесь вы начинаете там я не знаю буйствовать по отношению к самому себе что я такой неумеха в наше время да все скоростей надо было быстро и вот через вот эту вот злость и агрессию вы заставляете себя научить да то есть вы говорите да блин ладно научусь и начинаете изучать и тем самым разрушая ту стабильность которая у вас была по четверке педагли это один из примеров на что он формируете а по формируете на самом деле вот этими своими мыслями королеву монет человека такого уверенного в своих финансах на данный момент стабильного человека у которого есть деньги то есть все что здесь происходит о чем я говорила вас интересует финансовая сторона вопроса почему потому что она у вас связана с безопасностью и и вы формируете как раз таки через свои мысли вот свою безопасность для кого-то это эмоциональная безопасность для кого-то интеллектуальная а для вас это финансовое то есть когда у вас есть деньги в кармане они вам нужны не потому что вам это является как инструмент либо возможность получения каких-то ресурсов либо когда эти деньги можно обвинять на что-то в вашем случае знаете вот как этот как крот некий такой да копит копит не потому что я потом на это могу что-то купить а просто а потому что мне так спокойно здесь вопрос финансы дает безопасности я бы сразу знаете вам что сказала посмотрите свои сценарии с папой потому что папа на соответственно внешний за социум и за финансовую сторону вопроса вот если здесь возникает вопрос опасности мира то вот ваша безопасность материального плана она вот каким-то образом здесь имеет отношение к вашему отцу то это если покопаться если вам это будет интересно а так вы формируете свою вот эту вот финансовую базу до финансовый финансовую уверенность в завтрашнем дне и король жезлов да и тогда вот вы можете спокойно заниматься теми идеями в том числе и духовными да в плане развития кому это интересно коммуникации все такое здесь знаете такое ощущение что если вам подарить миллион долларов вы половину из того что вы делаете делать не будете почему потому что все что вы делаете вы как будто вы делаете для того чтобы иметь деньги а когда у вас будут эти деньги на то вам переживать уже не за что и вы как-то вот отфильтруете свои действия вот я не говорю о том что вы будете лениться а вы пересмотрите свои собственные желания вы даже можете сделать практику такую вот представьте что у вас есть деньги прям реально представьте что они у вас есть та сумма которая вам необходим возьмите большую сумму все равно мечтаете так мечтайте по крупному и и представьте что у вас есть и потом и через эту призму пересмотрите а вот делала бы я это а реализовала бы я вот это если реализовали то какие бы действия совершали что почему потому что вот ощущение финансов она как-то вот успокаивает вашу душу и когда у вас отсутствует тревожность вы делаете совершаете абсолютно другой выбор и выбор нужно всегда делать из состояния спокойствия и уверенности они из состояния страха и опасности поэтому через призму вот имение большой суммы прям вот большую возьмите миллиард прекрасно вот у вас есть то есть у вас бесконечный какой-то поток денег который никогда не останавливается вот через это ощущение прямо ощутить и здесь важно ощутить что у вас есть деньги потому что вы сразу почувствуете успокоение как выдохнули плечи опустились и вам хорошо стало и вот в этом состоянии про прогоняйте все ваши идеи того что вы хотите реализовать вы посмотрите что половина уйдет на второй план вы подумаете нет мне не интересно да ну теперь я и так богатый человек я не хочу этим заниматься но будут идеи которыми вы действительно захотите заниматься из тех которые у вас есть и вот в этом вот направлении вам нужно двигаться вот такой у меня был была такая третья позиции и такой расклад кстати идея вот это вот пришла надо мне самой попробовать до что в моей жизни причем это не только связано с финансами а попробуйте посмотреть вообще как бы вы жили по-другому вот я по крайней мере сейчас это обязательно сделаю и можете написать мне потом в комментариях какому результату вы пришли действительно ли что-то изменилось если ничего не изменило значит вы правильно путем идете если внутри вас идет какое-то изменение вы готовы отказаться от каких-то идей пользу других идей то возможно об этом стоит задуматься и реализовать как раз таки то что вы оставили вот и самое главное чувствуйте это в теле вот прям именно через тело не через голову а давай представим я там нет здесь не надо фантазировать здесь надо ощущать вот такой у меня был для вас расклад благодарю еще раз за ваши комментарии за ваши лайки не забывайте пожалуйста лайки тоже ставьте просьба моя это связано с тем что ваши действия они помогают дальнейшему продвижению на youtube потому что идет у него какая-то своя программа до то я вижу идет такое активное продвижение да я очень часто выхожу в рекомендациях а то меня вообще нет я становлюсь невидимой вот поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам буду благодарна за это. И, конечно же, мои благодарности за ваши донаты. И я обязательно сделаю обзор на новую колоду. Я ее давно-давно хотела. И я очень-очень рада, что благодаря вам и вашим донатам я смогла ее приобрести. А я с вами прощаюсь до пятницы. До пятницы. Всего вам самого наилучшего. Любите себя. Живите в безопасности. Внутренней безопасности и наполненности любовью. Всего вам самого наилучшего. Света. Обнимаю вас. Пока-пока.